Наверняка с каждым случались ситуации, когда приходилось одалживать близким людям личные вещи. Вроде понимаешь, что это неправильно, но и отказать неудобно. Некоторые из этих безобидных вещей могут нанести непоправимый вред организму, даже если ты полностью уверен в человеке, которому даешь эту вещь. Итак, это 10 вещей, которыми никогда не стоит делиться. Поехали! Зубная щетка Наверняка большинство из вас и так никогда бы этого не сделали. Ведь от одной только мысли дать свою зубную щетку другому, многих просто передергивает это отвращение. Но мы все-таки расскажем, насколько это действительно опасно. Даже если промывать ее после каждого использования, на щетинках все равно остаются бактерии, которые затем всю ночь растут и размножаются. Твои собственные ротовые бактерии не причинят тебе вреда, но для другого они могут стать возбудителями простуды, стриптококковой инфекции или даже кишечного гриппа. Полотенце Оказывается, всем хорошо знакомый запах не совсем свежего полотенца вызван скоплением бактерий, грибков и плесени. Полотенце – настоящий инкубатор для микробов, особенно если оно постоянно висит во влажной ванной комнате. Зараженные полотенца могут стать переносчиками инфекций, воспалений кожи лица и даже конвенктивита. Бальзам для губ Одна из самых уязвимых частей нашего тела для бактерий – это кожа губ. Под тонкой мембраной находится плотная сеть капилляров и они мгновенно впитывают все, что попадает на поверхность губ, в том числе и микробы. Через чужую помаду можно легко подхватить, например, вирус герпеса, даже если на данный момент у ее владельца нет видимых признаков заболевания. Зубная паста Конечно, использовать чужую зубную пасту не так опасно, как зубную щетку. Тем не менее, остается риск подхватить инфекционное заболевание, особенно если при нанесении пасты на щетку ее зараженные щетинки касались края тюбика. Дезодорант Пользоваться предметом, побывавшим в подмышке другого человека – не самая удачная мысль. Шариковый дезодорант или дезодорант-стик, возможно, замаскирует неприятный запах, но также будет способствовать размножению на вашем теле потенциально патогенных микробов чужой подмышки. Пинцет для бровей На самом деле, если пинцет чистый, вероятность подхватить заразу очень мало. Если же нет, он превращается в опасного переносчика инфекционных заболеваний, передающихся через кровь. Такие случаи редки. Тем не менее, при использовании зараженного пинцета существует риск передачи вируса гепатита С или ВИЧ. Бритва Здесь дополнительные комментарии излишни. В бритве скапливаются мертвые клетки кожи человека, которые обычно пользуются, а также множество бактерий. К тому же при бритье возможны микропорезы, что предполагает риск передачи заболеваний через кровь. Щипчики для ногтей Маникюрные принадлежности – излюбленная среда обитания бактерий и различных инфекций. Через них от человека к человеку могут легко передаваться грибок или микоз-стоп. Поэтому рекомендуется дезинфицировать щипчики спиртосодержащим раствором после каждого применения. Кусковое мыло Поверхность мыла сплошь покрыта микробами с рук последнего, кто его использовал. Таким образом оно превращается в переносчик инфекций. Даже если мыло антибактериальное, оно не является таким эффективным убийцей бактерий, как спирт. Еще хуже, когда кусок мыла плавает в небольшой ванночке воды. Жидкость позволяет бактериям, грибкам и вирусам прекрасно размножаться. Наушники-вкладыши Бактерии стафилокока и стриптокока накапливаются в ушной сере, а затем вызывают различные воспаления. Использовать чужие наушники значит предложить свое ухо для размножения чужих бактерий. Поэтому если вы собираетесь послушать с кем-то музыку, то не забудьте предварительно хорошенько протереть наушник. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская. Твое настроение.